Благодарственными письмами и денежными премиями администрации городского поселения города Амурск были отмечены самые достойные наши земляки, принимавшие активное участие в ликвидации чрезвычайной ситуации, возникшей в результате паводка в августе-сентябре 2013 года и создавшей угрозу жизнеобеспечению населения города Амурска за ударный труд по недопущению потоплений жизненно важных для города объектов жилищно-коммунального хозяйства. Сегодня в этом зале мы участвуем в фаз самых активных ликвидаций через ее последствия. Тех, кто ударным трудом не допустил потопления жизненно важных для города Амурска объектов, от всех амурчан, от себя лично, от главы администрации города, примите истинные слова благодарности. Спасибо руководителям предприятия, которые направили своих работ на спасение города. Спасибо всем, кто трудился в сложных условиях и отстоял наш город. Амурчане гордятся своими земляками. В результате прошедших обильных осадков на территории Хабаровского края уровень воды в бассейне реки Амур и на реке Амур достиг критических значений. Многих в те дни беспокоил вопрос безопасности оборудования горводоканала, насосной станции первого подъема, насосной станции второго подъема, очистных сооружений, а также Амурской ТЭЦ-1. Решением оперативного штаба по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций была создана аварийно-техническая группировка сил и средств в составе объектов экономики. Дорожник, индивидуальный предприниматель «Намаконов», патронный завод «Вымпел», обществ с ограниченной ответственностью «Арго», «Аллар», «Пирамида», «Амурская компания», «Транспортник», «Амурская лесопромышленная компания», «Водоканал», «Амурская ТЭЦ-1» для ведения аварийно-спасательных работ на объектах жизнедеятельности. Руководство «Говорода канала» промониторило всю ситуацию по воде и пригласило нас на работу для того, чтобы мы начали поднимать дамбы. Потому что если бы мы немножко задержались бы с этим, то ситуация была бы неуправляемая и были бы другие последствия. Город бы остался без воды? Без воды, да. Мы работали весь этого день, скажем так. И в таком режиме сколько вы работали? Мы работали без выходных дней. Люди друг друга меняли. На нашем предприятии люди более универсальные. Они могут сегодня работать и на самосвале, и на крановщики. Крановщики садились на самосвалы, работали, и бульдозеристы менялись. Потому что людям нужно было отдыхать. Работали минимум по 12 часов. Это минимум. А так где-то и по 14 уходило, и более. Мы не забываем о том, что мы еще и ремонтировались. Наша техника имеет свойство выходить из строя. Собственно, нормально отработали. И в таком режиме сколько было? Месяц? Ну да, где-то месяца 10 дней. Большегрузные машины, самосвалы, погрузчики, бульдозеры. Все было задействовано на отсыпки дамб, гридирование дорог. Была произведена гидроизоляция швов насосной станции первого подъема. Были усилены смены дежурств. Работа велась по 24 часа в сутки на всех объектах. Прибывала вода. Шло подтопление прибрежной полосы. Дул южный ветер, от которого волна становилась больше. И быстрее происходил подмыв дамб. Шел дождь. Высокий уровень грунтовых вод делали свою работу. Все силы для борьбы с природным катаклизмом были брошены для укрепления жизненно важных объектов. Аварийно-спасательные работы на объектах жизнедеятельности не прекращались. Не выдерживала техника, а люди работали. Сильнейший за последние десятилетия паводок закончился. 26 сентября был снят режим ЧС. Я, как председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям города, еще хочу выразить вам всем благодарность. И думаю, что при повторении такой ситуации, я думаю, все вы откликнетесь. Спасибо большое. 31 участник ликвидации последствий и 16 трудовых коллективов награждены благодарственными письмами. Всего получает Винокурова Юлия Витальевна. Спасибо. 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 Спасибо.